в этом видео продолжаем изучать шаблон тему music play на wordpress урок номер три посмотрим как настраиваются какие есть возможности при загрузке файлов непосредственно прямо на сайт на хостинг прямо так скажем меня зовут федор васильев и подробности в этом видео сразу забегая вперед вот демонстрация того что получилось два трека залил в альбом то есть не обязательно это может быть один трек для каждого альбома здесь может быть прям целый список целый альбом треков то есть это в развернутом виде да то есть если мы с вами посмотрим вот так вот у нас идут альбом и захожу внутрь здесь треки пока по внешней части до рассмотрим иконки то есть есть возможность поставить лайк есть возможность видите корзинка прицепить ссылку на магазин этого трека ну то есть допустим это демка у нас и можно ссылку на магазин повесить счетчик подсчитывается скачивание если вы хотите что была возможность скачиваний можно же убрать эту иконку то есть например оставить только лайк и play просто я показываю здесь есть все возможности и есть иконка информации с каким-то текстом возможно описание или текст песни сюда можно повесить все что угодно и играет это через плеер который встроен в шаблон music play ну или в тему по-другому то есть если нажму play вы видите что проигрывать некрасиво потому что player отключен да сейчас я покажу чтобы вы просто знали у вас будет вот так если вы player не включили и так я перехожу в админку wordpress перехожу в music play мы с вами уже сюда заходили player опции и вот эта галочка даже вот всегда включена сейф если вы хотите чтобы внизу появлялся плеер вот смотрите обновляю страницу включаю вот вы слышите проигрывается то есть перемотка работает звук убавляется ну мы player сами рассмотрим в следующих видео все появляется и название и постер и давайте рассмотрим как это делается то есть я возвращаюсь в альбомы захожу в тот же альбом давайте я удалю эти треки покажу как это делается то есть вы открываете создаете альбом здесь media uploader и с компьютера загружаем файлы давайте я загружу еще какой-то можно выделить сразу несколько загрузить вот у меня два файла постер то есть я вот просто их выделяю оба зажатым контролом на клавиатуре чтобы галочки стояли что они оба выделены нажимая вот здесь выбрать два файла у меня загружена и какая здесь работа с файлами сейчас посмотрим то есть если мы просто загрузили файлы да по сути нажимаем обновить то есть добавляем уже на сайт обновляем вот эти два файла и какие есть настройки естественно они проигрывают через player то есть все работает смотрите у каждого аудио файла будет вот такая ссылочка эдиты редактировать эдит то есть если вам это нужен конечно то есть если просто это прослушивание треков нельзя скачать нельзя купить то вы видите иконок больше нет да ну есть только вот эта иконочка где просто название трека вы можете сюда все что угодно писать лайк и play по сути да все если вам все-таки надо какие-то манипуляции сделать то эдит во в новой вкладке браузера смотрите открывается возможность редактирования каждого трека возможность подпись что-то написать вот это это то что у нас всплывает вот здесь любой текст например этот трек лист или смысле не трек лист это текст песни если эта песня можете удалить и все что угодно здесь написать есть возможность делать жирным и так далее дальше если эта демка и вы хотите повесить ссылку на магазин по продаже данного трека вот она купить трек вот это поле я поставлю просто для примера вот этот сайт чтобы вы видели что работает вот допустим это магазин все ссылку прямую ссылку на этот магазин появится тогда корзинка рядом с этим треком что этот трек продается download link вот здесь внимание чтобы можно было скачать этот трек если нужно вам смотрите вот сюда ссылка на файл полностью копируете просто вставляйте и будет реально возможность скачать с вашего сайта данный трек или демку скачать или весь трек вот эта птичка говорит о том что добавить ли трек к общему списку скачиваний download то есть весь альбом но это надо еще смотреть как это вообще работает пока пропустим этот момент и обязательно заполнение метод данные тоже все оптимизация сайта да вот здесь вот исполнитель то есть данного трека но получается вот название трека суда проставляется и название альбома ниже название альбом пишите обновить вот так надо будет каждый трек по сути отредактировать если это требуется и есть еще возможность загрузить изображение песни обычная загрузка изображение вкладку можно закрывать обновимся здесь пойдем на сайт обратите внимание сейчас иконок никаких нет нет иконки корзины нет иконки скачать смотрите обновляюсь появляется иконка корзины если я кликаю в новой вкладке браузера меня перебрасывать ну якобы на магазин иконка скачать все работает прекрасно я проверял открывается окно я могу загрузить файл на компьютер и после клика идет подсчет видите рядом то есть сколько скачивание это интересно то есть вот так вот это работает вот эта стрелочка рядом она появляется тогда когда у нас в жанре электро есть еще пост вы видели что я добавил здесь два поста поэтому здесь такая стрелочка появляется в отличие от sound club здесь у нас проблем никаких нет все работает скачать трек можно ссылки переходящий на магазин работают лайки тоже работает вот я поставил лайк кстати снять его не могу лайк если поставили он уже здесь закреплен у каждого трека да можно поставить лайки это тоже классная вещь да если уже большая аудитория у вас будет видно по лайкам какой трек больше нравится людям здесь также показано на английском языке трек с два трека в альбоме и по поводу английских слов позже будет нас видео урок но то что тем у нас не переведена на русский язык а там на самом деле вот такие корневые фразы как tracks label геннерс или простите за мой английский это стиль да это все можно будет перевести я покажу где в настройках шаблона то есть основные эти фразы они могут быть на русском языке на этом я урок закончу не буду затягивать я показал именно media uploader нам придется им пользоваться так как пока не ясно у нас что происходит саундклаб следующих видео я буду уже разбирать вот эти все настройки что это дает вот эти вкладки это полезные вещи их надо знать поэтому следующем уроке будет информация об этом и и Продолжение следует...